Может, еще раз повторите? Вы будете уволены, вы знаете, за это? Нет, но я не... Сука, ты снял, пошел! А вот это вот уже уголовная статья. А вот это порча чужого имущества. Так, всем привет! Находимся мы в магазине Пятерочка. По адресу город Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 10. И продали мне детское питание, которое стоит 39 рублей 99 копеек. Вот такое детское питание. Дата изготовления 13.06.19 Срок годности 12 месяцев с даты изготовления. Также обнаружил вот такое детское питание. Дата изготовления 17.06.18 Срок годности 18 месяцев. Вот такое детское питание. 20-е, 10-е, 18-е. Срок годности 18 месяцев. И вот такое 20-е. 10-е, 18-е. Срок годности также 18 месяцев. Девушка, здравствуйте, а не подскажете, а где у вас директора? Директор? Или заместитель директора. Вам позвать? Конечно. А как? Покупальцы требуют ее. Покупальцы? Конечно. Да, скажи, если чего вы дарите. Здравствуйте. Как вас зовут? Кирилл. Очень приятно. Меня зовут Кирилл. Я из общественной организации «Крюша против город Санкт-Петербург». Слышали о такой, наверное, да? Я руководитель этой организации. В вашем магазине сегодня я приобрел детское питание. С истекшим сроком годности. И уже намного. Вот это я нашел. Вот это я нашел. Из моих рук, пожалуйста. 17.06.18. Срок годности 18 месяцев. У детского питания. Как вы можете прокомментировать этот факт о том, что у вас больше, чем на месяц стоит детское питание, на прилавке продается? Мы, видимо, просмотрели. Просмотрели? Да. Вы целый месяц могли к детскому питанию подойти? Или ваш сотрудник не мог подойти? Сотрудники подходят. Да? Я вот обнаружил, больше, чем на месяц, вот еще. Детское питание просроченное. Это детское питание с пяти месяцев. Грудному ребенку дает. У которой мамы нет молока. Она его, соответственно, кормит вот этим детским питанием. Не доживает до шести лет. Просмотрели? Да. Вот еще детское питание. Также, с истекшим сроком годности уже на многое месяцев стоит. А вот это вот, вот это вот детское питание, вот это, я приобрел даты изготовления. Тринадцатая, тринадцатая, шестая, девятнадцатая, двенадцать месяцев срок годности с даты изготовления. То есть вы понимаете, да, что это уголовная статья? До шести лет лишения свободы. За реализацию детского просроченного питания. Это 238-я статья, пункт... Часть первая, пункт Б. Кровые палочки. Уже стукли там давно. Может, еще раз повторите? Вы будете уволены, вы знаете, за это? Нет. А теперь повторите. Сейчас вырву, да. Что? Успокойся, ты на работе не... Я говорю, что не имеете права снимать без согласия. Она вообще пьяна, что ли? На работе? Пьяна. Она пьяна? Вы в своем уме, да. Уберите сотрудника. Спасибо. Скажите, кто-то... Это будет отправлено в офис. Я вас предупреждаю. Я сказала, на улице... Этот магазин уже хайпанул. Из-за тебя. Поняла? Ты это зря делаешь. Ты ведь сколько ты делал, пошел? А вот это вот уже уголовная статья. А вот это порча чужого имущества. Слушайте, здесь просрочка просто, наверное, нескончаемая. Входим до 22-го на 6-го, 20-го. Такая селедочка у нас лежит. Дата изготовления 30-го, 4-го и 20-го. Будем до 14-го на 6-го, 20-го. Уважение подписчики. Данная селедка. У нее есть срок годности хорошая. До 5-го на 7-го. Она упакована под вакуум. То есть, соответственно, здесь попал воздух сюда. Еще одна селедка тоже. До 2-го годности хорошая, но упакована под вакуумом. Так, вот эта селедочка уже, к сожалению, не под вакуумом. Она еще и просрочена. Входим до 26-го на 6-го, 20-го. Так, вот такие креветки. Дата изготовления 1-ая, 4-ая, 20-ая. Входим до 30-го на 6-го, 20-го года. Еще один. Еще один. Еще один. Еще один. Еще один. Целая партия просроченных креветок. Лежит вот такой вот филе селить. Причем, смотрите, здесь лежат хорошие сроки годности. А третья лежит уже с истекшим сроку годности. До 29-го на 6-го, 20-го года. Еще одна упаковка с застекшим сроку годности. И эта девушка, которая нападала на меня, она мне кажется ответственная вот за этот отдел. И, кстати, здесь еще лежат вот такой вот морской микс. Дата изготовления 29-ая, 3-ая, 20-ая. Входим до 27-го, 06-го, 20-го. Еще один микс. До 27-го, 06-го, 20-го. Еще один микс. Дорогие друзья, вот такие вот крабовые палочки. Первые два лежат нормальные. Третья, с истекшим сроку годности. Входим до 29-го на 6-го, 20-го. Так, вот еще крабовые палочки. До 29-го на 6-го, 20-го. Еще один, до 29-го, 06-го, 20-го. Ребята, если честно, я уже собирался уходить домой. Вот. И тут я обнаружил. Дата изготовления 28-ое, 2-ое, 20-ое, 1-го, до 28-го, 04-го, 20-го. Напоминаю, что сегодня у нас 2-ое июля. Еще одна, 28-ое, 04-ое, 20-ое. Так, это уже до 5-го месяца, 29-ое, 05-ое, 20-ое. Еще один. Так, вот создается вот такой йогурт. Дата изготовления 30-ое, 05-ое, 20-ое, 1-го, до 20-го, 06-го, 20-го. Как сделать? Строит вас так? Нет. Или подождите, я... Нет, я на кассу... Это будет каждая упаковочка, все это делать. Вы меня слышите? Я вас слышу. Вы нарушаете мой бизнес-процесс. У меня реально нет времени. Я вам... А вы сейчас, сейчас, на сегодняшний день и на сегодняшнюю минуту... Вы что, меня сейчас снимаете? Конечно. Да меня не можете, нет. Вот без вас. Интересно, какой статье я вас не могу снимать? А почему вы должны меня снимать? У меня есть, соответственно, Конституция Российской Федерации, 29-ая статья, пункт 4. Еще раз, какая-то... На основании которой я имею право снимать. Да? На какую, еще раз? Вы сейчас хуже себе делаете. Я хуже, еще раз скажите. На основании какой статьи вы имеете право не снимать? 29-ой статьи Конституции Российской Федерации, пункт 4. Если вы не знаете, можете ознакомиться. Нет, я не знаю, хорошо. Ну, можете ознакомиться в интернете. Плюс еще гражданский кодекс. Хорошо. Да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хожу по магазину, покупаю товар. Просроченный. Зачем вызвали человека, я не знаю. Оторвали от его работы. Может, это преступление происходит, а он здесь. Ну, а ты, я знаю, может, если вы сейчас набираете товар, будете выносить. Откуда же я знаю. Честно, вообще, в твоём месте. Я с вами. Ну, походу, я не знаю. Странно. Особо круто не было. Он меня просто удивил. Я не знаю, что я не могу, как я не могу. В общем, мама, как Саня Слава, ничего не пробьёт. Зато будем утилизировать. Спасибо большое, что приехали. Вот, пожалуйста, всё. Уже 7 дня котён. Очень любят его детишки все. Вот, посмотрите, дата. 16.07.19 года. И до 16.01.2020 года. Сейчас уже идёт 2 февраля. То есть уже просрочка, пожалуйста. Откладываем. В общем, ребята, смотрите. Мы нашли просроченный товар. 19.08.19. Срок годности 5 месяцев. И смотрите, какая у неё прекрасная красота внутри. Я думаю, это будет лайф. Это будет очень вкусно. Так, это у нас одно. У нас есть ещё кока-кола, Которая была изготовлена 31.12.19. Срок годности 1.7.19. Так, потом у нас есть ещё чудо-йогурт. Всеми любимый чудо-йогурт. Срок годности у него 27.01.20. Также у нас есть пиво. Пиво. Кто любит пиво? Сразу признавайтесь, люди, кто любит пиво. Я не любитель, я не пью, но, видимо, придётся пить. Срок годности. Дата реализации у него. 18.08.19. Срок годности 15.01.20. Так, что у нас ещё есть? Так. Есть у нас ещё соломка. Соломка есть. Конфеты отставлены. Есть соломка. Вот такая соломка есть у нас. Дата реализации её. 30.08.19. И срок годности у неё 3 месяца. Алло. Не, 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 не. Ну, тут коробки эти самые, как это, сыграют в телегу все. Ну, то есть наводят бардак вообще. Какой, 0.2? Мы наводим бардак. О, хорошо. Сотрудников полиции, давайте мы сразу напишем заявление о продаже просроченного товара. Шоколад Россия, щедрая душа. Дата изготовления 24.04.19. Годин до 19.01.20. Вот так вот. Но это ещё не всё. Вот она, эта шоколадочка по акции. Погнали. Раз. Два. Вот так вот. Вот самый интересный факт, что вот эта просроченная шоколадка на, получается, там, 2 недели, да, грубо говоря, их было раз, два, три, четыре. Вот она отсюда, получается. А если мы посмотрим дальше, то уже до 15.05. То есть, как бы, о просрочке знают. Её сюда прям поближе поставили, чтобы люди купили просроченный шоколад. А самый свежий, он вон там лежит. Дата изготовления 10.06.19. Годин до 12.01.20. То есть, опять же, они знают о том, что сверху просрочка лежит, а снизу лежит свежий товар, непротроченный. Вот, пожалуйста, сиськи у нас в Великолупске, у нас 12 сиськи, просроченная, в данном случае, вот, пожалуйста, дата 26.12.19 годин до 30.01.20. Сегодня уже второй экран. Так что, я же просрочу. Посмотрите, целую кучу. Вот это. Вот это тоже всё просроченное. У вас миндалём. Дата изготовления немножко потёртой. 12-ое, что-то там непонятное. 19-ое, 0-9, 12-ое, 19-ое. Да, да, 19-ое просрочено. И ещё у нас москвичка карамель. 29-ое, 0-7, 19-ое. 25-ое, 0-1, 20-ое. А я нашла москвичка сыра. Вот срок его годности до 26-го, 12-го, 19-го. То есть прошлогодний сырочек. Не продался. Стоит тоже в магазине. И вот ещё у меня. Смотрите, сколько майонеза. Тут, наверное, 6 упаковок майонеза. Так. Сейчас срок годности у меня у нас. Пожалуйста, до... Вот срок годности. До января 2020-го года. Здесь плохо видно, но я не знаю, на камеру видно, не видно. Что он до января 2020-го года. Сейчас уже февраль. Таким моментом тоже уже нельзя. Да. Берём, смотрим. 30-ое, 0-7, 19-ое, до 29-го, 01-го, 20-го. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 упаковка уже вскрыта не товарный вид так хочу еще отметить то что хрюша против всегда соблюдают санитарные нормы которые предписаны соответственно носим маску и перчатки нашли вот еще вот такое детское питание дата изготовления 7 05 18 будем до 6 05 20 детское питание с четырех месяцев еще одна такая же еще одна такая же что-то что-то так что-то этот факт у вас продается просроченное питание детское детское просроченное питание вот это не возьмешь просмотрелись нашу посмотрели с 6 05 вот это детское питание вот скольки там четырех месяцев соответственно 6 05 20 я представитель организации хорошо против санкт-петербург сейчас посмотрю вас просрочку все соберу ее и к вам уже подойду до утилизации будем скрывать и утилизировать лично бардак тут капец тоже есть сюда к сожалению заходите я не имею права здесь будем сюда да 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 Продолжение следует... 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 14 02 20 срок годности а 30 суток очага такая вот дата изготовления 28 02 18 срок годности я правда не знаю камеру нет или нет 2 года срок годности так нашли печенье киево дата изготовления 3 6 19 годен до 4 3 20 2 штучки так мы нашли пиво амстал пока только одну банку дата изготовления 12 2 19 срок годности до 12 02 20 сейчас попробуем камеру навести все камеры впечатлило ну и была обнаружена детская водичка известной марки скоросрочная на несколько месяцев срок годности до 24 01 20 сегодня напоминаем марки месяц нашли пиво тугари такой вот марку известно так не дата изготовления 26 седьмое 19 годен до 22 01 20 сейчас марк марки 19 03 19 срок годности 12 месяцев просрочен на один день таков так целая партия морозный нашли паночку кока-кола вот такое вот так дата из кт а где дата изготовления дата разлива 0 4 2 19 сгоден до 4 11 19 со сроком даты изготовления 6 8 19 годен до 3 0 3 20 и такая целая партия нашли вареную сгущенку вот такую дата изготовления 4 3 19 срок годности при температуре плюс 11 до плюс 20 20 6 месяцев просрочилась еще в прошлом году тесто слоеное замороженное в морозилке у него срок годности 6 месяцев изготовлен он 19 0 9 19 просрочен он всего на несколько дней это просроченный пошли вот такие печенюшки так срок год дата изготовления 21 0 7 19 годен до 21 0 1 20 2020 года сейчас марк марк таких у нас походу делает целая партия да целая партия просрочена почему на удивление руководство магазина очень вежливая и идет нам навстречу поэтому нам подарили вот такую коробку уже ничего не влезает все полное есть мы освободили одну корзинку дата изготовления очень плохо будет видно 0 8 0 9 18 срок годности 1 год при температуре от 0 до плюс 25 градусов просрочен просрочился уже на 7 месяцев и 17 дней таких банков всего три три банка целая партия просрочена ухл доставала не зря я надел перчатки в таком состоянии у меня сейчас находятся перчатки белые они уже черные и в магазине ужасно жарко я весь мокрый просто мокрый меня сняли вьет все ну ладно все смотрят просроченные буквально на несколько дней это дата их производства 19 09 2019 и хранятся они не более 6 месяцев опять таки просрочены буквально на два дня варко варко и нашли каменные зефирки вот такие вот зефирки дата изготовления 16 09 19 годен до 16 03 20 Таких каменных зефиров 2 пачки Дата изготовления 11.09.19 годен до 11.03.20 Тоже 2 пачки Дата изготовления 01.09.19 годен до 01.03.20 Однаружили такое мороженое Кулумбир шоколадный Произведен он 22.06.2019 И срок годности у него 7,5 месяцев Он просрочен более чем на месяц Обнаружили мармелад с овощным и ягодным пюре С разными вкусами, но они все от одной даты То есть 03.02.20 они были просрочены Нарушеный детский бухгарм Произведенный 12.08.2019 в августе 2019 года И вводен он в течении 6 месяцев Соответственно на 38 дней продукт рассрочен Потому что он детской тематикой Нашли вот таких вот 3 пачки изюма Старт для изготовления 03.12.18 Срок годности Сейчас секундочку Так, 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 так Так, не вижу Так, вот 9 месяцев срок годности Товар истек уже как 7 месяцев назад Главное, чтобы она была нарушена целая состепока Также, например, у шоколады Просто берете и закрываете У вас остается штейн-ку Все, что дальше вы будете делать Это уже, как бы, на ваше усмотрение Можете выкидывать его там, помыть Можете его оставить и отправить поставщику Это уже на ваше усмотрение Может, вам помочь избавить, например, на вскрытие? Если, кроме вас, больше нет никого Товара Как бы не прошло, заказка? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Дата изготовления. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...